Доброе утро, или день, или вечер, или вообще добрый вам четверг, потому что среду недурно и проспать. Я уверен, что многие так и поступят. Главное не забыть, что было во вторник, и вы не забудете этого никогда. Вторник — это один из тех дней, про которые всегда помнишь, где ты находился, с кем, что при этом делал, хотя, возможно, не до конца, даже если ты не футбольный болельщик, потому что, если даже это не так, то до тебя доносились вопли, гул, топот, наверное, возможно, матерная ругань, хотя к нынешнему вторнику, к нынешнему победе сборной России над Египтом, это, в наименьшей степени игра сложилась счастливо, и трудного момента в игре по-настоящему не было. Перелома в ней не было. Сборная России сжала и дожала. О футбольной составляющей интересно было бы поговорить, но я думаю, что не сегодня. Сегодня я искренне завидую тем, кто смотрел этот матч в большой толпе людей. Я не жалею о том, что смотрел его в единении, потому что была возможность сосредоточиться, но всегда хочется полной ложкой, хочется и того, и другого, и третьего. И вот у тех, кто смотрел футбол в фан-зонах или в иных шумных местах, есть возможность на свое уже непосредственное впечатление, впечатление, пережитое вместе с большим количеством людей, насладите еще одно, от футбольного репортажа. Коллега Стогненко провел блистательный матч, просто блистательный. Я рад за то, что жив жанр сольного репортажа, я рад за то, что есть люди, которые в матчах сборной России не давят на одну педаль, не давят сразу на ура, на вопли и так далее. В таких случаях комментаторам хочется называть человека, который олицетворяет ручку громкости. Хочешь, сделал погромче, хочешь, сделал потише. Но нет, коллега Стогненко работал совершенно иначе. Он шел за матчем, он переживал каждую его секунду. И поэтому сейчас его репортаж такой же документ, как и сама игра. И поэтому он сможет побочь вам заново все это пережить. Я обязательно переслушаю его еще раз. И, может быть, даже не один раз, собственно говоря, для того он и существует вместе с этой видеозаписью. Но вернемся к событиям. Сборная России, безусловно, выполнила свою задачу. Задача оформлялась очень просто. Нужно было выйти из группы. На самом деле оформлялся еще проще. Нужно было сделать праздник. У нее это получилось. Я думаю, что важнейшим составляющим оказалось то, что можно было заметить еще по первой игре с Саудовской Аравией. Тогда казалось немного страшновато, что команда очень много эмоционально вложилась в эту игру. Забивала и забивала. Было понятно, что она почувствовала раскованность, почувствовала вкус победы, которого не чувствовала давно. Уверенность ее в себе нарастала с каждым забитым мячом. Но было страшновато, а, собственно, не много ли? А, собственно, не слишком ли много уходит в эту трубу эмоционального выхлопа? Не становится ли он выхлопом вместо вот этого эффективного и красивого нового настроения? Нет, так не случилось. Сборная России давила, давила. И в момент, когда сборная Египта дрогнула, команда России очень быстро и практически моментально придушила ее и сверху еще ударила тяжелым камнем, чтобы точно не поднялась. Вот такая-то была победа. Хорошая, торжествующая и, я бы сказал, какая-то очень такая хорошая домашняя. Потому что то, что Египет дрогнул, это, конечно, тоже часть его собственной жизни, но это и большая составляющая атмосферы чемпионата. Ведь люди живут в стране и прекрасно видят, что происходит вокруг. Россия объединяется вокруг своей сборной. И я видел такое 20 лет назад на чемпионате мира во Франции, где тоже скепсис перерастал в уверенность, уверенность, уверенность. Там Франция стала чемпионом, я сейчас на это совершенно не намекаю. Но почему бы сегодня об этом не поговорить? Сегодня у нашей сборной 1 января, когда можно думать о чем угодно целый год впереди. Я думаю, что мы еще поговорим о том, из чего состояла футбольная сторона этой победы. Это довольно интересная тема. Сегодня время для этого, полагаю, не пришло. Поэтому я просто хочу от души поздравить главного тренера сборной России. Я рад, что он с нами. Я очень надеялся, что он проявит свои лучшие качества. Я, можно сказать, к нему взывал. И сейчас Random Chance. Я тебя поздравляю, у тебя прекрасное имя. Ты заслужил свое прозвище Lucky. Я очень рад, что последние два матча ты возглавил нашу команду. Что ты с ней. Оставайся Random Lucky Chance с нами как можно дольше. Мы тебя ждали, мы тебя заслужили. Ты не говоришь слов, ты просто вдохновляешь нас. Ты где-то незримо с нами. Ура, Россия! Слава российскому футболу! Дзюба! Дзюба! Коу!